Максим Шевченко у нас на прямой связи, Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы с вами накануне войны говорили, вы предсказали, что это будет большая война и не ограничиться там условными границами ДНР и ЛНР. Все, в общем, оказалось так, как вы тогда и предсказывали. За несколько дней, я просто напомню, до этого мы с вами связывались. А как, на ваш взгляд, развивается событие, какие выводы можно сделать сегодня, вот что вы думаете о происходящем? Еще раз, у меня просто пропал звук в последний момент. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Да, мы с вами, я просто напомнил, что общались накануне, специальной военной операции, как это называют, в России, и вы предсказали, что это будет большая... Да, вопрос такой, что думаете сегодня, вот по прошествии уже нескольких недель, кто, скажем так, обладает преимуществом в этой истории сейчас? Россия, Украина, Путин, Зеленский? Ну, вопрос неправильно поставлен. Преимуществом обладает там разные типы преимущества. У Украины, условно говоря, преимущество защищающегося, который защищается успешно и защищается, в общем, ну, нанося чувствительные и ощутимые удары по тому, кто нападает. А у России преимущество потенциально более мощного и более сильного. И понятно, что на длительном промежутке войны, военной операции, более сильный, то есть Россия имеет больше потенциал, чисто военно-технологический, для ведения войны. Плюс, на мой взгляд, с помощью западных санкций внутри России уничтожена социально-экономическая база оппозиции среднего класса, который оппонировал Путину, потому что по власти санкции не ударили практически никак. А по всем тем, кто выходил на антивоенные митинги, мероприятия, они ударили еще как, поверьте. Многие уехали из страны. Поэтому я полагаю, что чисто логически, сейчас прошу ко всем зрителям четко понять мою позицию, я сейчас не занимаю никакую сторону, я сейчас анализирую просто. Для России невозможно завершить боевые действия, не взяв, допустим, Мариуполь. Потому что должны быть какие-то цели. Такие жертвы принесены, и такие потери огромные, и человеческие, и политические, и вошли в такой клинч с Западом. Поэтому должны быть какие-то конкретные достигнутые результаты. Например, надо выйти на границы ДНР и ЛНР, как они указаны в Конституции Республик, признанных, напомню, Российской Государственной Думой. Это границы Донецка и Луганской области. До этого еще, как говорится, очень далекий путь, поскольку северо-донецкая группировка украинская не только сопротивляется, но и наносит ощутимые удары. И тяжелыми боями с прогрызанием фронта, значит, там идут тяжелые бои, фронт недалеко от Горловки, недалеко от Донецка по-прежнему, там под Маренькой, под Авдеевкой тяжелые бои идут. Окружить эту группировку не получилось, потому что очевидно, что ресурсы, которыми это планировалось сделать, явно недостаточны для фронтовой, как минимум, операции такого масштаба, в которой с обеих сторон задействованы сотни тысяч людей должны быть. Поэтому, по крайней мере, боевые действия будут идти с российской стороны до зримых результатов. Условно говоря, зримый результат – это падение Мариуполя. В Мариуполе блокировано порядка 15 тысяч высокомотивированных идеологических и политических бойцов в батальон полка АЗОВ и, значит, ВСУ, которые не собираются капитулировать. Судя по тому, что пленных очень мало с украинской стороны, счет идет на сотни буквально, высокий дух украинской стороны очень высокий к сопротивлению. Поэтому я не верю, что сейчас какие-то мирные переговоры могут достичь какого-то результата. Сейчас любые мирные переговоры будут работать против России. Любой результат. Неважно, это шведский вариант, австрийский вариант, без НАТО Украина. На поле боя нет зримых результатов. Поэтому боевые действия будут идти до достижения этих зримых результатов. Они, думаю, скорее всего, могут быть потенциально. Это Мариуполь и, условно говоря, ДНР, ЛНР и сухопутная граница, сухопутный коридор из Крыма в Донбасс. Что является крайне небезопасным, потому что в случае прекращения там есть масса вопросов. На словах-то это все понятно. Демилитаризация. Допустим, Украина дает обязательство не вступать в НАТО или как бы разоружить какие-то националистические батальоны, которые якобы существуют. Хотя, по-моему, с 2015 года никаких нацбатов уже нет в Украине. Официальный с 2017 года. А кто это будет контролировать? Вряд ли Европейский Союз или НАТО захочет в данном случае контролировать этот процесс разоружения и демилитаризации Украины. Поэтому я думаю, что это все слова в ситуации, в которой на самом деле многое решается сегодня, к сожалению, для нас, для всех, на поле боя, где продолжают гибнуть люди, и военные, и гражданские. В общем, война приобретает затяжной, жестокий и достаточно масштабный характер. Но сейчас уже, на ваш взгляд, нет цели взять Киев, потому что изначально, как я понимаю, туда забрасывались и ДРГ, и попытки... Слушайте, я думаю, что такой цели, одна если и была, то она была, исходя из представления о том, что прямо Киев готов сдаться, и все там Кличко побежит на переговоры, например. Ну, даже если бы Кличко побежал на переговоры, я думаю, в Киеве нашлось бы немало людей, которые бы пристрелили бы Кличко, побежавшего на переговоры. Поэтому я вообще не понимаю, на что они рассчитывали в этой ситуации, и с Киевом в частности. Это какое-то странное, утопическое представление о том, что сорокамиллионную страну, предположим, даже в этой стране половина населения являются тайными сторонниками Путина. Ну, вот предположим, да, в Украине. И, как нам говорят в России, часто люди не проявляют свои взгляды, потому что боятся, как в 2014 году Россия уйдет, они останутся на один опять с СБУ, там, с Айдаром, с Азовом, и со всеми этими, понятно, озлобленными гражданской войной и страшными, в общем, событиями людьми. Но даже половина, даже 20 миллионов, это явно очень большое число людей мотивированных, половина населения Украины, для победы над которыми численность задействованной той группировки, которая озвучивалась, допустим, американцами или англичанами перед началами боевых действий, на которые мы можем ориентироваться, примерно 150-160 тысяч, да? Абсолютно недостаточно. Просто абсолютно недостаточно. Я напомню, что даже для победы над Саддамом Хусейном, над Ираком, который обладал меньшими ресурсами, нежели Украина, не имел, допустим, заводов по производству танков или соревновательной техники, американцы собрали гораздо большую группировку. И авиационную, и сухопутную, и, в общем, аэрокосмическую. Гораздо большую. С поддержкой авианосных флотов там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что все эти иллюзии про то, что украинские города будут падать как спелые фрукты в руки, особенно Киев, который был центром, собственно говоря, революции 2014 года, эти иллюзии непонятно на чем основаны. Взять Киев, в котором 60 тысяч на вооруженного населения, там, значит, ВСУ плюс терробарона, которые раздали оружие, ну, это, в общем, я думаю, задача нерешаемая в тех форматах задействованных подразделений, которые, судя по всему, сейчас там принимают участие. У нас звонок, у нас зритель. Поэтому, я думаю, тактика и будет такая. Должны быть достигнуты внятные результаты. Мариуполь – это достаточно внятный результат. Очевидно, будут вестись бои за выход или полуокружение донецкой группировки украинской, да, или заставить ее оставить позиции и отступить к Днепру, в сторону, к городу Днепру, и к реке Днепр, да, в сторону Днепра и Запорожья. Либо, в общем, наращивать масштабы и мощности операции. И так эта война по своим масштабам беспрецедентна. Со времен Второй мировой войны такие массы людей не воевали друг с другом. Даже в Югославской войне меньше было задействовано и оружие, и люди с обеих сторон. И напряжение боевых действий, судя по всему, очень большое. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Давид, я из Германии. 30 лет. Хотел задать вопрос Максиму Леонардовичу. Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос мой такой. Я студент, живу уже 3 года и учусь в Германии. И как вы считаете, после вот этой авантюры, в которой вогнал Путин всю страну, не придется ли нам, русскоговорящим, русским, расхлебывать последствия, как расхлебывали последствия после Второй мировой войны, немецкие, из Германии, люди, которые даже боялись, даже было стыдно говорить на русском языке после того, что случилось. На немецком смысле. Еще вам? Да, ой, 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 на немецком. И не кажется ли вам, что Путин таким образом просто похоронил наше поколение? Поколение, которому сейчас 30 лет и которому надо вставать на ноги и как-то создавать семьи, жить дальше, и он сейчас это просто, ну, можно сказать, убивает наше будущее. Спасибо вам большое за ответ. Давид, очень хороший, глубокий вопрос, и я понимаю ваше размышление на эту тему, но сравнение с Германией, мне кажется, корректным вот в каком смысле. Германия потерпела поражение. Историю пишут победители. Если бы Германия победила в войне, что, конечно, было в 45-м году маловероятно, а вот в 41-м было вполне вероятно, то тогда бы, может быть, и по-другому сложилась бы вся история. Поверьте. И с немцами тоже. Поэтому на данный момент для того, чтобы мы все оказались в том же положении, в каком оказались немцы после 45-го года, надо сначала потерпеть поражение. А я не уверен, что это так. Уж прямо однозначно может быть очевидно, что на данном этапе война только началась. Это не российско-украинская война, это элемент большой мировой войны. И у России, поверьте, путинской России немало серьезных и масштабных союзников в мире, в том числе определенные круги на Западе вполне являются союзниками, в том числе и в Европе. Я, например, задайте себе вопрос, Давид, вот почему Украина и Россия не объявляют официальную войну друг к другу? Ответ очень простой. Потому что по договору о транзите газа через Украину форс-мажором прекращения транзита газа является война. Поэтому как угодно называют тот кошмар, который там происходит, военная операция, операция по дилитаризации, военная мобилизация, отпор захватчику. Но слово «война», «крик» по-немецки, не звучит. Потому что если, как только будет сказано «война», Зеленский скажет «мы объявляем войну», Путин скажет «мы объявляем войну», сразу прекратится транзит газа, в котором заинтересованы определенные силы, кстати, в Германии, в Австрии и так далее. Поэтому, поверьте, эта война неинтерпретируема в категориях середины XX века, когда идеологически тоталитарные государства воевали, условно говоря, с демократическими государствами, и так далее. И фашизм, и коммунизм шествовали, и империализм западный шествовали там по миру и сражались за господство. Поэтому, я думаю, Давид, что стыдно или не стыдно, это категория личностного отношения. Сейчас вот ваше, допустим, или еще кого-то. Поверьте, вам, допустим, стыдно, а кому-то совсем не стыдно в России. Кто-то, вот сегодня 200 тысяч человек пришли в лужники, понимаете? Вряд ли им стыдно. Поэтому совсем не обязательно будет тот исход, который выговорит. Потом я не думаю, что это авантюра. Я думаю, что Путин тщательно все просчитал, рассчитал. Я могу назвать просто как бы его бонусы, которые он получает, вполне он и его группа. Вследствие и санкций, вследствие всего остального уничтожено фактически оппозиционное, потенциально угрожающее его власти элитная прослойка, которую мы называем олигархами, которая связана с мировой экономикой. У них обрублены просто ресурсы. Даже Михаил Фридман, один из лучших российских бизнесменов, который не связан с государством, пишет, что он сидит в Лондоне и не может оплатить счет за квартиру. Понимаете? У него просто блокированы все карты. Хотя его бизнес или бизнес еще ряда людей не связан с государством российским. Но поэтому я думаю, что все не так однозначно и не все так линейно, как кажется. Вот как раз спрашивают, что же будет в информационном смысле с Россией? Сегодня говорят о возможной скорой блокировке Ютуба. Останутся ли какие-то альтернативы, альтернативные источники информации? Что вообще в этом смысле ждете? И ждете? Ну, те, кто не поленился скачать и оплатить VPN, что не просто из России сейчас, у тех будут альтернативные источники информации. Те, кто понятия не имеет о том, что такое VPN, у тех не будет источников информации. Все очень просто. А Ютуб на самом деле все-таки заблокирует, потому что тут как раз были рассуждения, что политический сегмент очень небольшой. Там мультики, там всякие детские программы. Пока Ютуб нанес удар по тем, кто оппозиционно настроен по отношению к власти, отменив монетизацию в России, потому что это как бы Соловьеву на это наплевать, а вот тем, кто в России жил за счет монетизации, говорил, это совсем не наплевать, понимаете? То есть фактически мне иногда вообще кажется, что часть западного истеблишмента своими санкциями помогает российской власти, помогает Кремлю. А вовсе не наоборот. Создавая, как бы делая за Кремль ту часть его работы, которая, собственно говоря, он сам не решался сделать. Вот как можно было справиться с огромными массами городской буржуазии, говоря марксистским языком, да? У Кремля не хватало на это ресурсов. Очень на помощь пришел Запад своими санкциями, выбив просто почву из-под ног городской буржуазии, которая оппозиционно настроена была по отношению к власти. И как бы, пожалуйста, власти осталось только прийти и подобрать разбросанные тела. Поэтому уже запрет Ютуба ничего принципиально-то не решает. Уже все сделано. Все, что только можно было сделать. Просит вас также прокомментировать историю с правительственными бортами, которые летали там над Новосибирском. Что-то знаете об этом? Флайрадар там фиксирует? Я ничего не знаю на эту тему, но где-то что-то летает все время. А что там? Почему нельзя над Новосибирском летать? Что там такое? Ну, там как раз была одна из версий, я не ручаюсь за ее достоверность, о том, что репетируют на случай ядерной войны, потому что там как и спецсвязь. Я не верю ни в какую ядерную войну, нет, но репетиции на случай ядерной войны это всегда, это дело полезное, понимаете, и мало ли что может быть, но я что-то особо не верю в ядерную войну, потому что я думаю, что на данный момент это конфликт управляемый во многом. Мне очень жаль гибнущих на Украине украинцев и российских солдат, естественно, но в целом на макро уровне конфликт вполне управляемый, я думаю, что ядерные державы будут максимально избегать между собой прямой конфронтации. Ядерные державы в современном мире это, напомню, США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, КНДР, Израиль. Семь ядерных держав. Я никого не забыл, да? Индия и Пакистан. А, Индия и Пакистан, да, девять. Да. Ну вот, я думаю, они будут избегать прямой конфронтации между собой. Будут воевать с помощью прокси, повстанческих отрядов, государств сателлитов, государств с неопределенным статусом на их территории. Как это было в холодную войну? Еще вопрос спрашивают, смотрели ли вы обращения Арнольда Шварценеггера? Если смотрели, что думаете? Да, смотрел. Что думаете? Ну, я не знаю, а что? Он что, единственный? Многие как раз обратили внимание, что очень нашел правильные слова. Арнольд Шварценеггер в России как бы много раз бывал, и мы его очень любим в России, естественно. Естественно, он человек авторитетный и любимый для многих актер, для меня любимый актер. Спасибо ему. Это обращение ничего не решает, ничего не значит, но, в общем, он, конечно, человек уважаемый, его мнение много чего для многих людей и имеет значение. Но, поверьте, в сознании россиян эти моральные авторитеты поп-звезд или звезд шоу-бизнеса имеют гораздо меньше вес, чем в сознании американцев, например. То есть, Шварценеггер для Америки является гораздо большим моральным авторитетом, чем для России. Я аналога не могу подобрать даже. Сказал и сказал Шварценеггер. А Марина Овсянникова, ее поступок, она вышла в эфир Первого канала. Это замечательный поступок, очень храбрая девушка, женщина. И, в общем, ей можно только восхищаться. На ваш взгляд, это может что-то изменить? Нет. Это может на кого-то повлиять? Нет, не может, поскольку меняют, историю меняют. Ну, морально, естественно, кого-то может. И там Жанна Агалакова приняла какое-то решение, еще кто-то. Наверное, это кого-то подбодрило, но с точки зрения больших величин такие символические акции или обращения ничего не меняют. Меняют какие-то глобальные вещи. что-то изменить могут события на театре боевых действий, что-то изменить могут события лично, персонально связанные со здоровьем или жизнью ключевых действующих лиц, лично могут изменить события, связанные с элитным заговором подобной февральской революции, который был заговором руководства Государственной Думы Гучкова и Родзянко против Николая Второго и командующие фронтами подняли при поддержке Гучкова подняли заговор против Николая Второго верховного угла командующего. Это была февральская революция. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в наш прямой эфир. Максим Шевченко был с нами на прямой связи. Спасибо вам, Максим. До свидания.